Всем привет! В эфире программа о самых горячих трендах. Fashion is our profession. Ее ведущая Ксения Голд. Сегодня в программе мы побываем на фэшн-вечеринке дизайнера купальников Тотти по Токио. Увидим, как веселятся супермодели. А также изучим все самые передовые фэшн-бренды России на международной выставке Expo Russia Belarus 2017. Привет! Вечеринка безумно крутая. Мне очень все нравится. Я очень рада работать с Тотти. И я надеюсь, что это продолжится не один год. И на вечеринке я буду в купальнике, который был эксклюзивно пошит для меня. Он... Сейчас я вам его покажу. Очень красивого розового цвета. Вот такой вот. И он только в эксклюзивном варианте. Понимаете? Ну я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. Вечеринка просто супер. Посмотрите, девочки все довольны. Вот. Мы сейчас немножко подождем, потом отправимся на показ и все будет круто. Так что большое спасибо Тотти. Добрый вечер. Добрый вечер. Я специально приехал на фэшн-шоу купальников своего друга Тотти из Вильнюса. У меня там ночной клуб. И он делал там показ. Все прошло на высоком уровне. А еще я по совместительству диджей. И буду отвечать за музыку на сегодняшнем бикини-шоу. Мы готовы для бикини-шоу. Это бикини-шоу. По-другому, мы будем работать на сцене. ПО-другому, мы будем работать на сцене. Моя коллекция называется Катерина. Это русское имя. Она основана на цветных тканях. И вдохновили меня на ее создание цветы. Я ей очень горжусь. Все ручная работа. Все в цветах. Силуэты разных форм. Все сделано моими руками. И получилось, как я и задумал. Есть много, много цветов. Катерина. 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 Субтитры делал DimaTorzok Новые знакомства и интересная продукция. Все это здесь. Экспо «Раша-Беларусь-2017» и Минский бизнес-форум. Международная промышленная выставка «Экспо «Раша-Беларусь-2017», посвященная 25-летию дипломатических отношений между Россией и Беларусью, годовщине подписания союзного договора и учреждения Дня единения братских народов началась утром без торжественного открытия. Подкрепили дружбу белорусские народные танцы и мотивы любимой всеми песни в исполнении песняра Валерия Дайнека «Беловежская пуща». Представлены такие отрасли, как энергетика, транспорт, связь, образование, медицина, строительство, сельскохозяйственная техника и много разных других отраслей промышленности. Сейчас мы привезли коллекцию «Легкая зима». Это как раз для европейской части нашей страны. В Сибири мы шьем более тяжелые меха, более такие монументальные, фундаментальные. Здесь представлена коллекция из меха якутской андатры, сшитой в розшив с лесой, которую выращивают в Кировской области. Плюс соболиные изделия. Это тоже якутский соболь. Сейчас мы находимся на стенде компании «Вип-Би». Я вообще по специальности математик. И получилось так, что в 90-е годы было трудности с математикой в России и в жизни, и в Армении тоже. Я начал заниматься камнями. И вот начал производить все, что возможно, из недрагоценных, полудрагоценных натуральных камней. Больше 10 президентов мира или премьер-министров в кабинетах стоят наши изделия. У белорусского президента тоже стоит именно наше производство. Набор письменный из недрагоценных натуральных камней – это яшма. Очень известная, очень качественная, кстати. А Владимир Путин стоит из обсидиана. Вот здесь есть фоторамка, где находится набор для него, который мы сделали. И скажу вам, наверное, самых-самых-самых всех по цене ниже всех, чем мы продавали всем остальным. Музыка 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 Нашу выставку в Беларуси мы хотим сделать популярной, чтобы ее, конечно, каждый белорус знал. Вот. И планируем ее расширить, увеличивать, повысить эффективность. Сложность в чем? Что нужно с каждого региона, а Россия большая, собрать это все в одном месте и привезти сюда. И самое главное, что нужно привезти к определенному сроку. Опоздание здесь вообще не имеет мостобидный, не рассматривается. В итоге мы это сделали, и у нас это успешно получилось, и наши заказчики, они довольны. Музыка Наша компания Сахатас переводится как якутский камень, и у нас главный герой камень. Конечно, мы привезли изделия эксклюзивные с нашими знаменитыми якутскими бриллиантами и другими камнями цветными. Изделия наши носят такой вот интересный, как бы, оберегающий характер. В Якутии женщина наносила на себе до 30 килограмм украшений. Они были либо из серебра, либо из золота. И по этим украшениям можно было определить статус и положение женщины в обществе. Познать, кто она такая, с какого рода племени. И более того, вот эти все вещи оберегали от всего, от злых духов, от негатива. Оренбургский платок – это символ души России. Как говорят, его можно протянуть через вот такое обыкновенное колечко. И сейчас мы узнаем о всех секретах производства оренбургских платков. Это все у нас здесь представлена ручная работа. Чтобы связать платок, метр двадцать на метр двадцать, это теплый платок, не ажурный, который через кольцо проходит. Уходит где-то 320-360 часов. Но это не значит, что вязальщица сидит прямо вот эти часы, как говорится, корпит над этим. Ну, она своими домашними делами, дети, мужа на работу, обед, там все такое, и домашние дела, да. И в свободное время она свяжет. Если честно, выставок за минувшие тридцать лет у меня было много. Прежде всего, я поздравил организаторов, что в 2017 году в Минске, на мой взгляд, новое помещение выставки является блестяще подходящим для целей и задач. Российская мягкомебель сегодня может конкурировать вполне по своему дизайну и по качеству с европейской продукцией. Расскажите о своем товаре, который вы сюда привезли. Важно самое при создании блоков продуктов, это как раз в итоге отсутствие мебельного фастфуда. Это тот самый слоган, с которым мы работаем и по которому мы создаем свои модели. Именно то самое отличие, именно та самая индивидуальность для людей, которые не хотят и не готовы видеть все похожее друг на друга. Экспортный центр – это государственный институт поддержки экспортеров. На мой взгляд, самым эффективным продуктом, который есть у нашего центра, это продвижение продукции российских производителей через механизмы конгрессно-выставочной деятельности. Мы считаем, что вот такая многоотраслевая выставка еще раз подчеркивает многообразие российско-белорусских отношений и интерес. Мне кажется, что все участники и с российской, и с белорусской стороны довольны. А после того, как бизнес-договоры были подписаны, выставка «Экспораша Беларусь-2017» завершилась праздничным банкетом. Это была программа «Fashion is our profession». Подписывайтесь на мой вайбер паблик-чат и будьте в курсе модных событий 24 часа в сутки. Проведи лучшие моменты жизни в вип-сауне отеля «Виктория». Две финские сауны. Мини-бассейн с гидромассажными пушками и подсветкой. Зона отдыха. Барная стойка. Караоке. Вместимость до 15 человек. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. Вип-сауна отеля «Виктория».